Всем привет! Куско, город на юго-востоке Перу, административный центр региона Куско и одноименной провинции. Население, 428 тысяч 450 человек. Первое европейское изображение Куско. Педроссье Саделеон. Хроника Перу, 1553. Основание города, Куско, город древнейшей истории. Археологические раскопки обнаружили, что люди селились в этих местах уже более трех тысяч лет. Согласно испанскому хронисту Сармьенто де Гамбо, существует индейская легенда, по которой основателем города является первый инка, Манка Капок. Он со своей семьей, уйдя от озера Титикака, искал место, где бы золотой посох Манка Капока вошел в землю. Таким местом оказалось поселение племени Савасера-Панака, которое пришлось уничтожить, после чего ничто не мешало созданию столицы империи инков Куско. Название города в переводе с языка Кечуа, официального языка империи инков, означает пуг земли источник не указан 1704 дня, то есть, по сути, центр мира, что вполне соответствовало столичной роли. Это понятие было очень распространенным и являлось центральным даже для предмета священного поклонения Чиканы. 15 ноября 1533 года сюда прибыла экспедиция испанского конкистадора Франсиско Писарой, согласно исторической традиции, испанцы заново основали уже свой город. После Манка Капока город был значительно расширен Пачикутти. Ему удалось превратить королевство Куско из спящего города государства в огромную империю. Однако археологические данные говорят о более медленном и органичном росте города до инков, так, считается, что самое первое поселение здесь основали люди племени Варей. Пачикутти же построил несколько дворцов и крепостей, обновил храм Солнца, известный сейчас как Кориканча. Город состоял из двух секторов, верхнего Куско и нижнего Куско, позже они были разделены стенами на четыре района. Чинчайсу, Ос, Антисую, СВ, Кунтисую, Юс, Икальясую, Юв. Из каждого района вела дорога в соответствующую часть империи. Верхняя Куско в начале XX века составляли приходы Сан-Кристобали-Сан-Блас. Нижняя Куско, все кварталы на правом берегу реки Ватанай. Эти два квартала разделяла дорога Антисую. Самый важный район назывался Калькампата, также были районы Кантакпата. Гвоздичные грядки. Пумакурку, Тококачи, располагавшимся на правом берегу потока Пкальккечика. Золотой мост. Мунайсенка, Римакпампа. Говорящая площадь, где оглашались приказы. Пумакчупан. Хвост Пумы. Каянка-Чи. Селение в пятистах метрах. Чикильчака, Пикчук, Килипата, Карменка. Из него выходила дорога на Чинчайсую. Покопунку. Врата храма. Руководящее лицо каждой области империи должно было построить себе дом в соответствующем районе Куска и жить часть года в столице. После Почикутти, когда инка умирал, его титул переходил к одному из сыновей, а собственность – к другим родственникам. Поэтому каждый носитель титула инки должен был построить новый дом и соответственно, приобрести для империи новые земли. Анские индейцы до сих пор покидают свои дома и строят новые после свадьбы, даже если в старом доме никого не остается. Невдалеке от Куска находится Марай – еще один памятник инкской цивилизации с крупным амфитеатром, который в действительности представлял собой сельскохозяйственные террасы древнего происхождения. В центре города находились жилища инков, окруженные их Элью, домами вассалов, принадлежащими к данному дворцу инки. Первыми дворцами, возможно, были Калькампота, дворцы Манка Капака и Синчирока, в начале 20 века их места занимала резиденция итальянского купца Чезаре Ламеллини. Тогда еще были целый 60-метровый фасад и часть гранитной стены с дверным проемом и со сторожевыми башенками по сторонам. Две слева и пять справа от дверей. В отличном состоянии. Дворцы эти выходили на площадь Сан-Кристобаль. Дворец Верокачи занял Кафедральный собор и Триумфальная часовня. Дворец Вайна Капака, Амару Канча. Дом Змея. Заняли университет и общество иезуитов. Во дворце Воскара расположилась скрытая галерея Декариса. Дворец Пачекутика находился на улице Кейл-дель-Трианфа, 38. Особняк в 1905 году принадлежал Дону Томасу Гонсалесу Мартинесу. Во внешней стене находился уникальный 12-гранный камень. На той же улице, дом номер 116, принадлежавший госпоже Хуане Аранибар, находился ранее дворец Инка-Юпанки. Портал де Панис занял место дворца Инки-Рока. Монастырь и храм Святого Доминго расположился на месте ингского храма Солнца, Кариканча. На нижних участках монастыря Святого Доминго располагалась известная мастерская по производству нитей и тканей ауакпинта. Монастырь Святой Каталины занял место Дома Девственниц Солнца. Площади Армос, Регасиха и Сан-Франсиско ранее образовывали единую площадь, где отмечались главные общественные праздники, посвященные Солнцу. На площади Армос испанцами был четвертован тупок Амару-2. Первые испанцы появились в городе 15 ноября 1533 года. Испанский конкистадор Франсиско Писаро, по официальной традиции, заново основал Куско в 1534 году. Многие здания, построенные после испанского завоевания Перу, выполнены в испанских традициях с примесью ингской архитектуры. В основном в округах Санта-Клара и Сан-Блас. Испанцы переняли структуру старого ингского города, построив на месте ингских храмов, церкви, на месте дворцов, жилье для завоевателей. В течение колониального периода Куско был преуспевающим городом благодаря сельскому хозяйству, горному делу и торговле с Испанией. Были построены многие церкви и монастыри, а также кафедральный собор, университет и архиепископство. Часто испанские сооружения располагались по соседству и даже были построены прямо на массивных каменных стенах, выстроенных ингами. Здание префектуры, в котором жил Франсиско Писаро, им же было подарено впоследствии местному муниципалитету. В особняке до Аренас жил Гонсало Писаро. Считается, что в доме номер 55 на площади Сан-Франсиско жил монах Вальверди и его брат. На опоре лестницы были прикреплены четыре герба, на одном из них был такой девиз. «Добродетель облагодетельствует меня тем, чего не даст сила». На улице Кока, номер 46, в доме сеньора Антонио Муньис Кастро ранее жил известный историк Инка Гарселаса де Лавега. В 1590 году в провинции Куско проживало 74 977 индейцев, плативших ежегодную подать в размере 380 835 песо. В 1950 году произошло землетрясение, которое сильно повредило доминиканский монастырь и церковь Святого Доминика, которая была построена на основе Кариканчи. Храма Солнца. Ингская же архитектура, напротив, успешно пережила землетрясение. Сначала считалось, что многие старые ингские стены утеряны, однако оказалось, что гранитные стены Кариканчи сохранились, так же как и многие стены по всему городу. Некоторые кто? Хотели восстановить сооружение колониального периода, однако часть жителей Куско потребовала оставить оказавшиеся на виду стены. Таким образом туристам со всего мира предоставилась возможность видеть древние сооружения в сердце большого города. Землетрясение 1950 года было вторым уничтожившим доминиканский монастырь, первое произошло в 1650 году. Следует отметить, что в наши дни Куско получил две достопримечательности, выделяющие его из ряда других южноамериканских городов. Одна из них – геоглифы на склонах окружающих гор, которые возникли силами перуанской армии в середине 20-го века. Вторая – статуя Христа, дар городу второй половины 20-го века. Она немного меньше своей знаменитой предшественницы из Рио-де-Жанейро в Бразилии, но и Куско тоже невелик. Город расположен в районе долины Урубамба в Андах на высоте 3400 метров над уровнем моря. В плане древняя часть города напоминает тело Пумы. Так, есть название Пумакчуку, хвост Пумы, Гоа Кайпата, тело Пумы. Голова Пумы расположена на территории Саксоумана, городской крепости, стены которой выполнены в виде зубов. Футбольный клуб из Куско, Сенсиано, несмотря на то, что ни разу не был чемпионом Перу, сенсационно вошел в историю, как победитель Южноамериканского кубка 2003 года. В финале этого второго по престижности клубного турнира Южной Америки. Аналог Европейского кубка УЕФА. Сенсиано обыграл одну из сильнейших команд Аргентины, Риверплейт. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди, расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения, и удачи.